Добрый день. Михаил Васильевич, севастопольцы знают, что вы в течение 2015 года активно занимались подготовкой законопроекта об особенностях ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в Крымском федеральном округе. В каком состоянии сейчас находится законопроект и что он дает севастопольцам и крымчанам? Очень важный вопрос, судьбоносный вопрос для Севастополя и для Крыма. Дело в том, что существующая нормативная база, я немножко повторюсь, то о чем мы говорили с вами в этой студии, она не соответствует сегодняшним требованиям и не дает нужного эффекта в экономическом развитии. Как в целом по Российской Федерации, это надо признать нашему правительству, быстрее и тем лучше будет, чем быстрее мы это признаем. Сегодняшняя нормативная база, установленная правительством Российской Федерации и принимаемая в Государственной Думе, она не дает нужного экономического эффекта по всей стране. И мы видим снижение бюджетных поступлений, мы видим сокращение производственного потенциала, мы видим многие другие снижения, которые не только внешними факторами обусловлены, но и нашими внутренними составляющими, в том числе и нормативной базой. А уж тем более для Крыма и Севастополя нужны особые, неординарные методы, которые позволят преодолеть те проблемы, которые возникли в связи с теми переменами, о которых мы говорим, ну и дать, конечно, мощный толчок, необходимый сегодня в развитии. Закон, о котором мы с вами говорим, проект закона, это настоящее чудо, которое преобразует всю ситуацию здесь и по инвестиционному климату в первую очередь, по новой миграционной составляющей, которая позволит свободно перемещаться здесь на нашей территории иностранным гражданам, не опасаясь попасть под санкционные меры, которые внедрены и сейчас действуют. Так вот, этот законопроект, который почти год, ну более полугода мы работали, и в том числе с зарубежными экспертами, он сейчас находится в главном правовом управлении президента. И у нас уже были консультации в этом крайне ответственном, консервативном и очень, с моей точки зрения, забюрократизированном органе, который обязательно в этих случаях дает свое заключение. И получить заключение на что-то новое, на что-то такое, выдающееся из привычной ситуации, крайне сложно. Это всегда так. Всегда новое тяжело пробивает дорогу. И я думаю, что может быть нам придется с севастопольцами вместе собирать подписи в поддержку этого закона, который дает совершенно новые, активные, эффективные формы развития, обеспечивающие инвестиции, во-первых, создание малого-среднего бизнеса, во-вторых. Я думаю, что мы в ближайшее время найдем возможность где-то разместить его, чтобы он был доступен для большинства или заинтересованных граждан, и когда понадобится собирать подписи, чтобы люди знали, о чем идет речь. Но я уверен, что мы этот закон, конечно, проведем. Есть уже формы, но некого поиска компромисса с консервативным блоком правительства. И нами, кто дает новые формы, необходимые сегодня и берущиеся из мировой практики, которые показали высокую свою эффективность, мы эти формы здесь будем, конечно, вводить. Я боюсь, что мне тяжело будет раскрыть все составляющие. Надеюсь, что у нас еще будет для этого время. Но закон, который преодолевает все вот эти санкционные меры, который обеспечивает тайну инвесторов от тех воздействий, которые возможны, который дает перемещение, который дает возможность прямого отношения предпринимателя с законом без всякого сложного сегодня процесса чиновничьих процедур. Это, конечно, необходимость, и мы ее будем обязательно реализовать. И я думаю, что общественной силы это очень много. Мы сделаем, но нам, боюсь, что, наверное, это и будет хорошо с другой стороны, будет необходима поддержка севастопольцев. Для этого, безусловно, необходимо публичить этот документ, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Многих севастопольцев волнует вопрос о федеральных целевых программах в Крыму и Севастополе. В частности, программа по строительству и реконструкции дорог в Крыму и Севастополе. Что вы можете рассказать об этих программах? К сожалению, на сегодняшний день говорить об успехах в реализации этой программы не приходится. Из-за сложности в организации взаимодействия между федеральными и региональными органами власти. Я инициировал проведение Координационного совета в Государственной Думе, где мы, заслушав всех участников, стороны, занятые в реализации ФЦП, мы сделали вывод и в резолюции, которую направили правительству Российской Федерации и президенту Российской Федерации, мы сделали основной вывод, что главными распорядителями бюджетных средств сейчас являются как органы власти на местах, в данном случае правительство города Севастополя и Совет министров республики Крым, и Министерство экономического развития как федеральный орган власти. И вот этот процесс согласования, процесс дублирования, процесс не сложившихся эффективных форм взаимодействия, он и является главным тормозом. И 2015 год, к сожалению, у нас оказался во многом потерянным по темпам и по объемам, которые мы могли бы реализовать. Надеюсь, что наши усилия, которые направлены на упрощение процедур согласования, надо сделать так, чтобы местные органы власти могли давать техническое задание, могли согласовывать сметную и проектную документацию. Если мы за каждым, что называется, чихом бежим в Москву и в каких-то сложных, длительных процедурах согласовываем такие порой банальные вещи, вот у нас и результат. Это мы уберем, обязательно уберем, иначе нам программу не реализовать. Федеральная целевая программа призвана сохранить и дать толчок развитию и социальному, и экономическому. А вот закон, о котором мы вначале поговорили, он уже дает полное, дальнейшее перспективное развитие на основе того толчка и удержания ситуации, которую федеральная целевая программа дает. Она до 2020 года рассчитана. Она включает в себя, кроме транспортной инфраструктуры, которая содержит в себе самый большой объем в ФЦП. Это и Керченский мост, это и автомагистрали Таврида и другие. И, конечно, социальная инфраструктура, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство, конечно, водообеспечение, конечно, берегоукрепление, экологические программы, которые сегодня крайне важны для Севастополя, с учетом тех проблем, которые у нас складываются с бытовыми отходами, твердыми отходами. И эти все программы должны быть реализованы. Я уверен, что мы решим. Я часто здесь обсуждаю ситуацию с федералами, с органами власти на местах. Нахожусь здесь постоянно и вижу, насколько необходимо ускорить эту процедуру реализации программ. И я думаю, что у нас уже в феврале почувствуется динамика. Кстати сказать, мы говорили здесь о строительстве Керченского моста как в вопросе уже решенном и в сроки укладывающемся. То есть в отдельно взятом случае федеральная целевая программа содержит в себе и строительство вот этого моста через Керченский пролив. Так вот здесь идет по графику, по заложенным темпам работа. Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Уже осуществлены строительно-монтажные работы по подъездным путям, по обеим береговым линиям. И другие вопросы, которые уже далеко зашли в реализации, это говорит о том, что возможно, правильно, когда есть один, там вот какая история, а там есть один поставщик услуг и работ, который занимается без всяких длительных согласований, как в нашем случае вот на других программах. И мы должны взять этот механизм и сюда его переложить, на все другие программы. Это наш предмет работы. Я вам сказал, что инициировал и провел я в Государственной Думе координационный совет по данному вопросу. Мы выработали резолюцию, будем настаивать на ее решении, на ее реализации, которая упрощает процедуру согласований, упрощает процедуру прохождения документов, снимает дублирование принятия решений разными органами власти. И тогда у нас все будет нормально. Давайте напомним нашим телезрителям, когда же запланирована реализация проекта постройки Керченского моста. Какому? В 2018 год мы уже поедем по Керченскому мосту. А вся транспортная инфраструктура полуострова, которая включает в себя около 400 миллиардов капиталовложений, она будет осуществлена до 2020 года. Это и Таврида, это и Восток-Запад и Север-Юг магистрали, Алушта-Джанкой, допустим, и другие. Это, конечно, будет замечательная инфраструктура, которая создаст очень благоприятную, такую притягательную, дополнительную привлекательность нашему полуострову. Это, конечно, для основы нашей жизнедеятельности и для туристических программ. Это, конечно, будет огромный вклад и прекрасное дополнение. Давайте поговорим о работе вашего комитета. Какие задачи были перед ним поставлены и что реально удалось сделать за прошедший год? Значительная часть документов, которые прошли через наш комитет и нами инициированы, это, конечно, безопасность движения, как на наземном, так и на воздушном, на водном транспорте. Дело в том, что очень динамично развивается весь технологический фактор транспортной инфраструктуры. У нас появляются новые такие транспортные средства, как беспилотные воздушные судна, которые еще не прописаны были у нас в документах, а уже реально появились и с ними необходимо что-то делать. И вопрос безопасности движения и пассажироперевозок, грузоперевозок, это, конечно, один из основных. И здесь принято порядка семи нормативов, которые обеспечивают адекватную нормативную базу к тем постоянно развивающимся и меняющимся обстоятельствам, в которых мы находимся. Это, конечно, важный вопрос. Мы очень серьезно поработали над тем, чтобы не допустить и снизить издержки на сборы с больших грузов. Наверное, мало кто не слышал о том, что вводимая новая дополнительная плата очень тяжелым временем, правительством вводимая новая дополнительная плата очень тяжелым временем ложилась на перевозчиков, а, соответственно, и на перевозимые грузы, что в конечном итоге отражалось на стоимости продукции, в том числе и первые необходимости, и, естественно, на покупательской способности населения. Мы принципиально к этому вопросу подошли, и мы снизили целый ряд мер, которые были в этом комплексе вопросов и штрафных санкций, и условий платежа, и уровней платежей. Мы снизили, и это очень важным было. Конечно, мы очень серьезно поработали над таможенными платежами. Крайне коррумпированная, крайне запущенная система в результате нашей работы. Мы получили в конце прошлой недели указ президента о передаче федеральной таможенной службы на Министерство финансов. Это, пусть никто не думает, что это как где-то далеко, это и меня не касается. Каждого гражданина касается. Два с половиной триллиона рублей в год разборовывалось в таможенных платежах, потому что таможня была сама себе представлена. Она работала как отдельный орган правительства Российской Федерации. Она сама себя контролировала, она себя оценивала, она сама себе премии выдавала. И она сколько давала в бюджет, столько давала. Жуткая ситуация исправлена благодаря нашей активности. И президент нас услышал, и правительство Российской Федерации, что это недопустимо. Такой ответственный для обеспечения бюджетной политики, для обеспечения всех граждан через бюджет Российской Федерации отдан самим себе. И там такая коррупция развелась, что мне на это пришлось потратить четыре года. Четыре года для того, чтобы вскрыть это, добиться уровень, представьте какой, два с половиной триллиона расхищаются. Представьте, сколько важных здесь чинов задействовано и заинтересовано в сохранении такой ситуации. Поэтому я этой работой горжусь. Она очень интересная. Завтра в Москве мы будем проводить следующее мероприятие. Мы мало того, что вскрыть. Надо теперь найти, где эти деньги. Надо принять меры, которые не допустят, категорически исключат дальнейшее хищение. И я вот, честно говоря, доволен, что мы добились этого результата. И еще раз вернусь к нашему главному вопросу. Проект закона об особенностях ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности я скажу, что это судьбоносный документ. Это документ, который нам необходим. Мы понимаем сейчас, что существующая нормативная база не позволяет не только развиваться, но и нормально существовать и сохранить нынешнее положение без ущерба по многим вопросам обеспечения жизнедеятельности, занятости, налогооблагаемой базы и так далее. Поэтому вот этот проект закона, который изначально был согласован с президентом Российской Федерации, который поддержал Козак, председатель правительственной комиссии по Крыму, мы сейчас обязаны пройти через вот эти бюрократические. Вы понимаете, признать правительству сейчас необходимость нашего закона, это значит признать несовершенство тех нормативов, которые они предложили и они суда уже внедрили, как 377 закон, который объявляет о свободной экономической зоне, но ничего реально не дает. И мы должны вернуться вместе все к тому, чтобы Севастополь, как и Крым, рассматривались как особые территории, которые нуждаются в особых условиях, определяющих нормативы по развитию экономики. И мы получим совершенно новый формат и прекрасное будущее и настоящее. Ну, за этим наше будущее. Время нашей передачи Стекло благодарю за ту актуальную информацию, которую вы рассказали для жителей нашего города. Ну, а мы желаем вам успехов и реализации всех ваших планов в этом году. Напоминаю, у нас в гостях был первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту Михаил Васильевич Бричак. Говорили о федеральных и целевых программах в Крыму и Севастополе, а также инвестиционной и предпринимательской деятельности в Крымском федеральном округе. Эфир же телеканала продолжается, актуальная тема еще впереди. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ